Как успехи со шпагатом, занимаешься ли все растяжкой? Короче, нет, я не особо сейчас занимаюсь растяжкой. Я делаю упражнения на попы, пресс по прежнему на руки, но растяжку сейчас не делаю, друзья. Что-то мне, короче, уже неохота. Мотивация прошла. Вот, и на самом деле как-то очень медленно это все растягивается. Наверное, надо все-таки заниматься профессионалом. Вот, так, спина уже болела, теперь затекают ноги. В общем, не занимаюсь, короче. Мне кажется, надо, наверное, заниматься с профессионалами, чтобы они тебя прям растягивали. Короче, не занимаюсь. Жалеешь ли, что не переждала сложный период на отношениях с Роном и не сделала документы? Насколько помню, они уже делались. Если бы был шанс вернуть, ты бы все равно ушла. Во-первых, сложный период наождился все наши отношения. У нас, в принципе, были какие-то, может быть, более лайтовые времена, но по сути все равно... Блин, Бетти. Сложные времена были всегда в наших отношениях. Были какие-то более лайтовые времена, но все равно. Мы ругались всегда, и какие-то были терки, короче, и разногласия. Короче, это было всегда. Поэтому, переждая сложный период, все наши отношения были одним сложным периодом. Знаете, плюс-минус. И не факт, что если бы я переждала, что документы бы сделались. Просто я думаю, что человек изначально не особо хотел эти документы мне делать. Вот, и поэтому я не жалею. Я жалею, скорее, так сказать, жалею о том, что надо было сильнее взять его за одно место, чтобы он все-таки их сделал изначально, и дождаться изначально эти пять лет с документами. И давить на него. И при первом же, когда он их не там делал, мне не прописывали что-то еще, нужно было, короче, вести себя по-другому. Вот, а так сказать, что вот потом переждать, там, еще ждать, короче, и все такое. Я думаю, что нет, не жалею. Делались они неоднократно на самом деле, поэтому что вы все-таки говорите. Несколько раз они потом отменялись, и так далее. В общем, я в это все не верю. Если бы был шанс вернуть, ты бы все равно ушла. Несколько раз мы уже пытались что-то там даже просто встречаться, общаться, даже не так давно. И неоднократно. Не то, что мы сходились, я для себя точно, например, знаю, что, ну, думаю, что нет. Вот. То есть, как бы, шанс есть на самом деле все еще. Но мне это неинтересно, потому что я понимаю, что эти отношения не работают. Человеку это доказывало неоднократно. Но не работает. Мне не подходят такие отношения. Вот. Короче, все. Поэтому же, ну, жалости тут точно никакой нет. Так, нет ли конфликта с родителями, что ты не работаешь на нормальной работе, не переживаешь ли по поводу начисления пенсии? Случаются конфликты, на самом деле, и с родителями, и с родными. И я немножко от этого всего устала. И устала отстаивать то, что, знаете, у нас считается, что если ты не работаешь на нормальной работе, там, с 7 до 6, а, например, ты работаешь из дома, значит, ты ничего не делаешь. А, там, ты лоботряс, не знаю, как это назвать. Короче, халявщик, типа, то не я, действительно, все подобные слова вспомнила. Вот. И я отстаиваю в свои права, даже в своей семье. Но иногда, конечно, мне напоминают про это, что, чтобы говорить по начисления пенсии тоже периодически. Возникает вопрос, но я эти обычно вопросы очень быстро ставлю и задвигаю, потому что я говорю, это душные разговоры, давайте будем их вести. И, конечно, ну да, такая проблема может стать в будущем. Ну, что теперь? Так, как относишься к свободным отношениям? Как вам сказать, я лично для себя противник этого, потому что я считаю, что для женщин, по крайней мере, точно это не работает. Женщина в 99,9% случаях начинает влюбляться в мужчину, что-то ждать от него все равно, от него больше требовать, как будто у него будет френд, там, не знаю, ревновать. Или это с другой стороны начинается. Короче, я не очень это приветствую. Опять же, не осуждаю, но для меня лично это не работает. Делала ли привороты заговоры? Нет, вообще никогда не делала, мне кажется, и более того, я вообще противник, если честно, этого всего. Так, Лина, расскажи про твою каверзную депортацию с Голландией. Я на самом деле, может быть, ее реально рассказать в этом видео, хотела снять отдельное видео. На самом деле, ничего каверзного не было. Рассказать. Короче, был ковид, и я была в Монтенегро, и мой дорогой бывший муж мне сказал, лети напрямую, типа, что за фигня, всем пофиг, типа, он же вообще как бы, ну, не верит в ковид и так далее. Я его, дуриндаска, так сказать, послушалась, два самолета пролетело, с тестом обычным, вот, и уже в Нидерландах мне говорят, а куда вы, собственно говоря, прилетели? У вас что, есть прививка? Я говорю, нет. Вы прилетели из красной зоны, у вас нет прививки. Ну, вы не имеете, типа, права вообще прилететь в эту страну? Я говорю, в смысле, блин, а почему два самолета назад мне про это никто не сказал? Вот, ну, вот так вот, короче, сорян, но на самом деле все были очень дружелюбными. В общем, все сотрудники были очень дружелюбными, максимально меня спросили, какой ваш комментарий на этот счет? Давайте мы запишем. Я говорю, слушайте, ну, у меня вот кроме матерных слов нет слов хороших, чтобы сказать, поэтому, говорю, ну, типа, no comments, чтобы сказать. Потом они говорят, что вы будете пить? Я говорю, ну, я думаю, что у вас алкоголя, наверное, нет, поэтому тоже ничего. Ну, короче, знаете, что мне нравится, конечно, с европейцем можно всегда, ну, не всегда, короче, но часто, да, вот с моей любимой нацией, конечно, шутить. Потом они говорят, ну, вообще, мы вас отправим в точку, откуда вы прилетели, да, крайнюю, обратно, короче, за счет, типа, компании, я не знаю чего. В общем, отправим вас обратно. И мой самолет был только на следующий день, короче, поэтому я весь день жила как бомж в аэропорту. Всего там было два отеля в этой зоне, и оба отеля были overbooked, короче, перебукированы, поэтому мне пришлось ночевать на скамейке, ну, потому что просто отелей было не снять. Вот, и на самом деле, конечно, это было, вы знаете, это было очень трешово, и спасибо моему чувству юмора, потому что на тот момент вот все, что могло пойти не так, оно шло не так. Я-то еще помню, был ретроградный, блин, Меркурий, в который я не особо верю, но тогда вот реально, ну, блин, что-то в этом реально есть. Потому что просто я пошла даже там в ванную помыться, не знаю, грубо говоря, воды нет. Потом мне сказали, во сколько времени подойти, на какой выход, я подхожу, оказывается, на час надо позже было подойти. Короче, просто все было, знаете, как будто какое-то издевательство. Ну, я уже просто вот смеялась, ну, что же еще будет не так, знаете, и вот за это мне спасибо, так сказать, да, за мое чувство юмора, и в каких-то таких вот ситуациях я все-таки умею, наверное, немножко, ну, браться, короче, за себя. В общем, я ночевала, да, на скамейке под холодным кондиционером, было холодно, я спать не могла, конечно, и даже где-то у меня фотки до сих пор, это все видео сохранились. Гуляла по ночному аэропорту, там был один ресторанчик открытый, довольно все дорого было, в общем, вот, потом даже мне уже, я рассказала эту историю, короче, владелец, по-моему, был, или я не знаю, не владелец, менеджер ресторана. Он говорит, вот вам кусочек пиццы за наш счет, типа, за вашу такую грустную историю, в общем, вам хоть пиццу поешьте бесплатно в подарок. Вот, на следующий день, знаете, меня встретили как особо опасного преступника. Два человека в форме проводили на выход, я не знала, какой выход, у меня не было, кстати, ни документов, ни чемодана. Отдали мой паспорт лично капитану самолета. Вот, еще на меня весь экипаж такой, типа, посмотрели такие, вы какой-то опасный преступник или, типа, что вы сделали? Я говорю, нет, у меня просто нет вакцины, блин. Вот, но понятно, что время было такое, на самом деле, знаете, очень... Мне кажется, многие люди понимали, что это, ну, какой-то абсурд. Вот, но, тем не менее, было так. Короче, да, меня отправили обратно. На бронированной машине меня привезли на этот самый выход. Я говорю, слушайте, я реально чувствую себя, что я какой-то опасный преступник. Они говорят, ну, воспринимаю это как сервис VIP, типа, короче. Вот, то есть, все с шуточками, с хаханьками, типа, знаете, ну, не очень приятно. Меня посадили в конец самолета, на последний ряд в угол. Передо мной три ряда были пустые, то есть, реально, чтобы точно никого не заразить. И просто отправили обратно, да, в ту страну, из которой я прилетела, соответственно, я была в Сербии. Оттуда я уже сама покупала. Ну, не сама, конечно же, но, короче, сами покупали билет. Вот, такая была история. Я уже даже детали, ну, вот, если коротко отвечать, да, я так не буду рассказывать детали. Уже не все помню, на самом деле. Но вот так вот было. И тогда я помню, что я летела, конечно, смотрела в окошко и думаю, блин, знаете, кого-то тебя предал? Какой-то близкий друг или там даже, скорее, твой любимый молодой человек, вы знаете, как-то тебя предал. У меня было такое ощущение, почему так в Голландии со мной поступило, и мне было очень обидно. Но потом я переждала какое-то время, и потом уже нормально, короче, вернулась. Вот на тот момент просто Монтенегро была красной зоной, из которой, типа, вообще нельзя было прилетать. Поэтому я задержалась там, Монтенегро, собственно говоря, дольше. Так, как известно, страна Нидерланды, страна велосипедов, велосипедистов, но тебя ни разу не видела на нем. Вопрос. Не любовь к велосипеду или не умеешь ездить? На самом деле я люблю велосипеды, но, во-первых, я не очень хорошо езжу на нем, во-вторых, есть какой-то страх. То есть, на самом деле я одно время ездила, когда мы в Бельгии жили, я ездила на учебу до остановки и с остановки, в общем. Потому что остановка была далеко дома, я на нее ездила на велосипеде в любую погоду, знаете, с водостойким макияжем, потому что были дожди все зимы. Вот, и, в общем, иногда даже снега. Ну, короче, короче, я ездила на велосипеде. Вот, но я как-то больше любитель ходить пешком, и, знаете, в больших городах особенно у меня страх. Плюс у нас были все велосипеды, которые мне по росту выше, чем я есть, и мы с мужем даже из-за этого ругались. Он говорит, я не буду покупать тебе велосипед для тинейджеров, я не хочу, чтобы моя жена, как ребенок, ездила на маленьком велосипеде, короче, меня позорила. Ну, короче, бред. Вот, а мне нужно зайти на велосипеде обязательно, чтобы я чувствовала, как называется, ну не дно, в общем, пол. Если я не чувствую, я сижу просто, да, и затормозить резко, и мне некуда встать, я на весу, короче, меня это очень пугает. Вот, поэтому, в принципе, я люблю велосипеды, и, возможно, когда-то захочу снова на них ездить, иногда, на самом деле, очень редко езжу, но меня это просто пугает. Пугает, особенно в Амстердаме, мне кажется, это вообще страшно, это движение. Когда выйдет клип с веревками? Я его, на самом деле, уже смонтировала, показала родителям. Это как раз тот случай, когда и подружкам, мне подружки все сказали, что классно, нежно, а родители говорят, а тебя вообще, ну мама, я тебя такого не ожидала, что это за какой-то порнография вообще, как ты можешь такого выкладывать? И, в общем, я пока его поставила на стоп и не выложила подруга у меня, с которой мы живем, и которая мне помогала как раз-таки его снимать, говорит, что, ну, типа, то, что мы делали, да, с веревками, это только часть клипа, у нас получилось, что весь клип в веревках, короче. Ну, это такое больше, как бы, знаете, не клип-клип, конечно, получился, как я считала, такое аудио с какими-то, знаете, картинками просто, просто моя песня с каким-то, короче, видеорядом, вот, короче, как это можно сказать, но пока не выложила, что-то пока не знаю, короче. У меня, на самом деле, эта песня, она не настолько даже мне заходит уже, и вообще, короче, ну не знаю, почему-то она у меня на стопе. Рассматриваешь ли себя отношения 50 на 50 или считаешь, что мужчина должен содержать женщину и семью сам? Вы знаете, с возрастом, я вам уже говорила, что как-то я начала меняться в этом вопросе, может быть, на меня воздействуют мои какие-то кавалеры, жизнь в Голландии и так далее, но я начала думать про то, что, в принципе, это нормально. И, знаете, более того, это просто как-то звучит, ну типа 50 на 50 как-то, ну, стрёмно и грубо, именно 50 на 50, но я считаю, что это нормально, когда люди соединяют свои доходы и вместе на них живут. Если вы семья, если вы пара такая официальная, которые живут вместе, у которых совместный быт, да, может быть, вы зарегистрированы там как сожители совместно, например, да, что в Нидерландах тоже часто встречаются, я не вижу ничего такого, чтобы соединять свои зарплаты, потому что, например, ну как живут наши родители, что у нас. Мне кажется, большинство людей даже в России живут соединяя зарплаты вместе, то есть, да, там есть, которые там девочки себе на помадки зарабатывают, мальчики там на проживание семьи, но мне кажется, что большинство людей всё равно так же вкладывают женщины, вкладывают свои деньги в семью, в детей, мне кажется, это нормально. Поэтому у нас, мне кажется, ну мне-то кажется, в России большинство людей живут так же. Если мужчина какой-то, конечно, супербогатый, вот, он может себе позволить содержать семью или просто нормально зарабатывает, хороший доход, это круто, это здорово, но мне кажется, в наше время нормальные обычные семьи с обычным нормальным доходом, мы там же выше среднего, большинство не могут позволить себе жить на зарплату только там мужчины. И в таком случае я не вижу ничего плохого, чтобы вы работали оба. И вкладывали деньги оба. Но не вот это вот 50 на 50, знаете, просто кто сколько, типа там, грубо говоря, может, столько вкладывает. Вот. В этом, в принципе, дикости никакой нет. Опять же, если это у вас какой-то, там, я уже говорю, богатый мужчина, он не хочет один платить за всё, это, конечно же, другая история, выглядит как-то неприятно и дико. Так вот, ну, короче, я вот ничего такого не вижу. Хотя, конечно, по-хорошему, хотелось бы всё-таки, чтобы мужчина, мужчина был главным добывателем денег в семье, тем более, если будут дети, там, да, и так далее. Конечно, хочется на мужчину положиться. Доводилось ли слышать от родственников, друзей, бабок на лавке что-то типа, уже нового мужа не найдёшь, ты вышла в тираж, уже молодые подросли, с губами и без, раньше надо было думать, планку отпустить и так далее. Я вам более того скажу, это не от бабок на лавке можно слышать, это можно слышать от родителей, от родных. Особенно в нашей стране очень много, мне кажется, у всех людей, больше или меньше, стереотипов, вот этих вот выражений, которых нужно, да, как современные все психологи, там, там, Блиновский и прочие, удалить из своего лексикона. У нас очень много вот этих установок, короче, поэтому они есть у всех. Поэтому даже люди, которые любят тебя, желают тебе добра, они всё равно могут говорить установки, которые неправильные. Я постоянно родителей ругаю, почему говорят мне какие-то нити установки, вот, почему мне крылья обрубаете, знаете, ну это особенно поколение более старшее, вот это, ну вот есть у нас такое в крови, поэтому я стараюсь их иногда останавливать, иногда, ну просто не слушать, вот, короче, конечно это есть, но нужно, я не знаю, нужно, что нужно с этим бороться, как-то просить, не говорить этих вещей, хотя я думаю, что это не работает, всё равно это всё говорят люди. Главное, мне кажется, то, во что ты веришь сам, если ты веришь, то ты ещё не старая, ты ещё не старая, ты не миловуха, у тебя всё получится, ты не неудачница, не знаю, да, не получалось много раз, но это не значит, что это всегда будет так, когда-нибудь обязательно всё получится, уже всё получается, знаете, и главное то, во что ты, в первую очередь, веришь сам, вот, какие твои сильные установки, и, ну, конечно, самое лучшее, наверное, это будет оказаться им примером, в том, что вы знаете, а вот на самом деле всё не так, бывает по-другому, вот. Поэтому, конечно, доводилось, я думаю, всем нам доводится слышать что-то такое, что не очень бы хотелось слушать. Возможно, это отчасти и правда, но мы реально не молодеем, там реально, есть вероятность, что мы никого не встретим, это всегда в любом возрасте есть, ну, это как бы, это может быть и правда, но что теперь, на этом циклиться, циклиться на негативе и вообще ничего не делать и ни во что не верить, я считаю, что, наоборот, нужно верить лучшее и всё получится. Да, надеюсь, было интересно, друзья, послушать эти вопросы мои. Всем любви, всем добра, удачи, а я пошла к косметологу, друзья. Делать себя моложе. До следующего видео, всем, всех люблю, целую, внимаю, пока.